Доброго времени суток! У микрофона Роман Селихудинов. И в этом уроке мы с вами рассмотрим команду развертка поверхностей. Данная команда была добавлена в библиотеку построения разверток с выходом 15 версии Компас 3D. Мы с вами с помощью базовых команд создадим элемент воздуховода. Ну и далее с помощью команды развертка поверхностей получим развертку. Давайте приступим. Создадим новый документ деталь на стандартной панели, кликнем создать, выберем новый документ деталь. Далее раскроем ветвь начала координат, выберем плоскость ZX и создадим на ней эскиз. Давайте запустим команду окружность. Центр окружности будет в точке начала координат. Создадим произвольную окружность. Далее зайдем на панель размеры и запустим команду диаметральный размер. Например, укажем по окружности и давайте запишем здесь выражение в окне 100 мм. То есть диаметр будет равен 100 мм. В принципе вот эскиз готов. Далее давайте зайдем на панель редактирования деталей и запустим команду операция выдавливания. Так, и у меня здесь уже настроечки от предыдущего построения остались. Давайте сейчас с вами точно такие же выполним. Итак, выберите прямое направление, расстояние укажите 150 мм и далее сделайте уклон внутрь 1 градус. Далее перейдем на вкладку тонкая стенка. Здесь выберите тонкая стенка наружу, толщина стенки 2 мм. Так, давайте я на панель вид ориентацию выберу изометрия XYZ для удобства. Вот на предыдущем просмотре у вас после задания тех же параметров, что и у меня, должно быть то же самое. Давайте создадим, нажимаем по кнопке создать. И вот мы первый элемент создали. Далее давайте сейчас по центру создадим отверстие. Итак, кликнем по плоскости XY, давайте создадим на ней эскиз. Так, выбирай правой клавишей клик и выбирай нормальную эскизу. Далее давайте запустим команду окружность. Создадим окружность. Вот у нас привязка выравнивания сработала. С точкой начала координат по вертикали. Создаем произвольную окружность. Далее запускаем команду. Заходим на панель размеры, запускаем команду авторазмер. Укажем диаметр окружности. Диаметр будет равен, ну давайте выберем 80 мм. Так, и давайте укажем расстояние от точки начала координат до центра окружности. Так, этот размер давайте укажем 75 мм. Так, в принципе эскиз готов. Далее давайте зайдем на панель редактирования деталей и запустим команду вырезать выдавливание. Так, здесь на панели свойств выберите средняя плоскость. Расстояние укажите 110 мм. У меня опять же от предыдущего построения остались эти расстояния. Так, все указали расстояние и давайте нажмем по кнопке создать объект. Вот посмотрите, мы с вами получили отверстие. Вот элемент воздуховода у нас с вами создан. И сейчас давайте мы с вами рассмотрим команду развертка поверхности. Итак, в меню выбираем, запускаем менеджер библиотек на стандартной панели. Так, выберите раздел машиностроения и вы увидите здесь библиотеку построения разверток. Данная библиотека идет в комплекте с Компас 3D. Итак, запускаем библиотеку два раза нажатием левой клавиши мыши. Так, вот она у нас запустилась. Так, давайте я закрою менеджер библиотек. Вот у нас библиотека построения разверток. И сейчас давайте выберем здесь вот эта команда добавлена, развертка поверхности. Кликнем по ней, чтобы она стала активной. Итак, здесь, посмотрите, для получения развертки создавать новый выбранный эскиз. Давайте выберем чертеж, можно также выбрать фрагмент. Указали чертеж. Также можно задать формат листа, пусть будет по умолчанию у нас. Горизонтальная ориентация формата 3. Так, сейчас давайте нажмем по кнопке создать объект. И на панели свойств нам нужно указать поверхность. Кликаем по нашей поверхности. Вот, на панели свойств видно операцию выдавливания 1, тип поверхности коническая. Так как мы с вами создали уклон, у нас поверхность коническая. Кстати, имейте в виду, что на данный момент команда развертка поверхностей, она может разворачивать только цилиндрические и конические поверхности. Итак, давайте нажмем по кнопке создать объект. И посмотрите, вот создан новый чертеж формата А3. И сейчас давайте укажем точку привязки вида. Видно, да, что у нас формата А3 недостаточно, поэтому давайте на панели свойств выберем масштаб 1 к 2. Вот из всего списка выберите масштаб 1 к 2. Вот, и давайте укажем точку привязки вида. Указали, нажимаем по кнопке создать объект. И вот наша развертка вставлена на лист. Далее вы можете ее развернуть, как вам нужно, и проставить необходимые размеры. Вот, как видите, развертка наша готова. Так работает команда развертка поверхностей. Давайте здесь нажмем стоп. Нажмем F9, либо клавишу показать все на панели вид. Вот наша развертка. А вот наша исходная деталь. Ну что ж, на этом урок подошел к завершению. В данном уроке мы с вами рассмотрели команду развертка поверхностей. Я жду вас в следующих уроках и желаю вам успехов. До связи!